С правой стороны, если кто-то посмотрит, увидите на горе такие две башенки красивых миноретов, а под ними шатер, купол-мечеть. Да, видно? Это очень обычная мечеть, вернее, ну и сама мечеть необычная, и она принадлежит необычной общине, которая называется община Ахмедитов. Ахмедиты себя считают истинными мусульманами, а все остальные мусульманы считают их еретиками, родступниками и вообще кафирами. Чем они отличаются от всех остальных мусульман? Во-первых, у них едино-женство, да, у мусульман разрешено одно и четырех жен, а у Ахмедитов одна жен. И женщины, у них достаточно равноправные отношения к женщинам в общине, и женщины занимают важную роль вообще в общине, и, да, так что у них нормальный, продвинутый. Они должны закрывать волосы? Нет, нет, не скрою ничего. И, ну, то есть одежда скромная, но не хиджаб. И у них, их еще большое отличие от того, что они говорят, что молиться надо на родном языке. С точки зрения ислама все мусульмане должны молиться на арабском. Да, неважно, ты казах, индонезец, азербайджанец или араб, ты должен молиться на арабском языке. А вот эти вот ребята говорят, что молиться надо на родном языке, чтобы ты понимал, о чем ты говоришь с Богом, чтобы это не была какая-то заученная, заученная тяга. Это должно быть понимание от души, как ты к Богу обращаешься. И в том числе они переводят Коран. С точки зрения ислама нельзя переводить Коран. Коран это книга, которая написана на арабском. И читайте, он уже на арабском, а все переводы это уже комментарии. Поэтому их изучать нельзя. И очень интересно. Хайфа, 4 мая. Обычно ландшафтный дизайн, он очень красивый издалека, а когда к нему приближаешься, он разваливается на детали и становится уже не таким красивым. А здесь стоит наоборот, да, то есть чем ближе мы будем приближаться, тем красивее это будет, всем лучше это будет вообще проявиться, всякие разные элементы, нюансы. Да, тут 2732 ступеньки, у всех обувь удобная. А, ну сейчас наденем кроссовки. Или можно просто обшлепаться. Или в штабках можно. Не, не, я обманул. Ну, в смысле, не, не, мы не пойдем наверх, не знаю здесь сколько ступенек, здесь нельзя поднимать. Можно так с нами шутить, потому что ты не понял. Я теряю, я теряю, теряю людей. А мы готовы. А представь, что Влад у нас вчера был. И что? Ну вот, вот, то есть мы готовы идти, а он туда вам не надо, туда не ходить. Мы сюда пойдем. А ты сказал, что 2600 ступенек. И все еще, да, пара, пара. Какой обувь? Да, на цеветный завод. Да. Мы говорим, Влад, ну там наверху, оверлук. Наверху поднимать. Не, не, нам туда не надо, нам туда, нам вниз. Окей. Не, не, на самом деле подняться здесь нельзя по ступенькам. По ступенькам могут подниматься только адепты самой этой религии Бахаи. Мы поднимемся на самый-самый верх на машине, оттуда все увидим, а потом спустимся на центральную террасу. Поднимение какой-то там, не знаю, спецоперации, плохое слово. Да, да, выполнение какой-то миссии, задания. Да, что они с этого момента начинают? Они не лучше живут, а наоборот, они там тяжелее тренируются, нужно больше там физподготовки, подъемы раны, отбой поздно. И, то есть, ну, нужно намного больше и больше работать. Германская колония? Это немецкая колония по двум странам. Когда-то во второй половине 19 века сюда приезжают немцы-темплеры. То есть, это немцы вообще не евреи, немцы-христиане-пратестанты, то есть, этнические немцы. Приезжают сюда, чтобы здесь строить новое общество. Здесь построили несколько кварталов Израиля. А потом с приходом нацистов к власти они... У нас будет отсюда возможность сделать фотографии? А потом мы на обратном пути здесь стараемся, чтобы мы должны были сделать фотографии. Сделай нам эту возможность. На обратном пути. У нас называется джакаран. Да, фиолетовая? Да, голубая, да. Чтобы ты была включена в... Ты интегрировала в картину. Ну, вот вид порта и вообще города Хайфа сверху. Вот это внизу Бахайской сады. Фullah Flip 304 1 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 2 4 3 3. В з 9 2 1 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 8 8. А вот это доста przez 4 4 4 4 5 5 0. Надо очередьmaan… Да,Yes! Да, la, la! 2… 1оры 4 5 6 7… Субтитры сделал DimaTorzok 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 мы вышли из крепости идем по по городу ну на вид он очень древний он древний 6 тысяч веков первые находки были возраст салон написано салон это приговорить это металл название идем по подземному ходу ну сейчас будет метро это первое метро строение с архитектурой да это вам не круто нет ну как ну так ну сейчас же нормально ну ничего ну здесь большое уже как здание что я тебе хотел сказать мая 1991 года никто про это помещение про этот подземный ход вообще не знает но не существует на карту как приемли это не знает женщины с утра живет в доме в котором надо чуть-чуть дальше вот этим местом в этом месте заставили сканализацию она называется техника он смотрит что у него там цельный тюрьм он начинает в скале там скальная порода в скале вырубая канал для того какой то полосу он двигается и начинает трубить дальше Опять у него провалится, и опять провалится. Он рубает вот этот окрыл, который мы прошли. Раньше была лампа, там горела, светилась, а сейчас лампочка перегорела. Не важно. И он прорубает проход в этот туннель. Он спускается в этот туннель. Первый человек, который за 900 лет сюда спустился. Вызывают сюда археологов, все они здесь раскапывают. Находят вот этот подземный хор. К чему я? Мы ничего не знаем здесь под городом Аку, что находится внизу. Где какие проходы, где какие дворцы, где какие замцы, ничего не знаю. Все под современными залями, все закопано, все застроено. Ничего не знаю. Куда-то еще что-то надо. Вот сейчас мы и прошли отсюда. Да, да, да. Ты тоже заработал. Отсюда. Вот так мы прошли. У-у-у. Так мало. Ну-ка, все. Вот дальше вещь все частная, нигде копать ничего. Там, наверное, конечно, представь, сколько осталось всего. Вот. Марика, тебе понравится вид. Ох, да. Ох, это как раз туда я хотела. Ты как Арамис, боже, я всегда мечтал сюда попасть. О, мой гад. А Портос говорит, конечно, монастырь это женский. Сверхода. Какая свертающая средиземная моря. Не, как ты там говоришь? Средиземная. Средиземная моря. А, средиземная моря. Колционок, где мы находимся? Что за моря? Чертная. Средиземная. 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 А так? Средиземная. Видишь? Наши... О, вон идет, колционок. Вот так на рыбалку надо идти. Складывай, да? Да, да. Вот и раз иди, ребят. Не знаю, может там на водоросках есть какие-то, знаешь, ракушечки. Там у нас Крит. Кипр, то есть, Кипр, да? Где? Что там? Там все остальное. А если долго-долго, то там Гибралта. Не, ну ближайшая земля. До Гибралта надо 300 тысяч. По воде ближайшая земля это будет Кипр, да? Вот наша группа, наш гид. Саша, от остальных всех вы знаете. Первая Галя, слева в желтом Таня, с серой рубашкой Игорь, рядом с ним жена Лиза, а последний Джордж Милославский, он же Олег. Я. Там мы ушли, Саша сказал, лучший ресторан рыбный в Израиле называется Ури-Бури. Это я говорю без акцента совершенно. Вот так вот. К бойнице. Я вот такие места люблю. Ну, мне нравится. Во-первых, море красивое. Смотрите, насколько аква непреступна со стороны моря. Тут очень острые скалы. Любое волнение моря и ни лодка, ни корабль прислать сюда не могут. Это испанские флайки. Это испанские флайки. Они тут все восхищались нижние. Теперь марокканцы, национальные герои всех усилов. Все фарабы. Из-за Мондиана. Да, из-за этого. Лизавета, подземный ход. Ну, один из... Ну, как оказалось, довольно-таки живописный городок. По-английски Акры. Ну, мы такие любим места. Ну, есть не очень приглядные места. Когда вот такие вот заброшки, мне как-то это грустно. Вот, типа этого забора. Здесь обычно стоит так и 350-й Мерседес. Не, они не пропадут, конечно. Ну, да, надо постоять. Они не будут знать, налево или направо. А, кто они? Да, Таня. А, он даже не волнуется. Да, деливер. Чтоб не защитить, да? Ну, да, что-то в полисец не ходит. Ну, да, полосец. Напоминаю, 2023 год. Мороженое, мороженое. Ух ты, классно. Ну, а что, в Европе есть еще такие? Нет? Да, есть, наверное. Фотографируй. Да ничего. Это не так. Я пока, я выйду туда. Тут такой проход. Почти тумплиеровки. Просто я специально выключаю камеру, чтобы выйти и посмотреть на... Вау. Вау, в смысле, море, лодка. Ну. Вау, не вау. Но кое-какая марина. Во. Мечеть. Так, у меня все садится, и камера, и кончается карточка. Надо бы сейчас все переставлять. Тут ресторан Абу Кристо. Мы еще в Акро, или Акре, поднимаемся на крепостную стену. По довольно-таки крутому подъему. Ну, я не... А, ты хочешь предвкусить? Всех, всех собрать. И общие впечатления. Ну, это вряд ли. Каждый по-своему воспринимает. Это настоящая трава? Да, настоящая. Ну, и там же солнце, и там трава хорошо растет. А там же тень. А, там же таинственный сад. Ну, значит, я говорю это на камеру, что ширина кремлевской стены в Москве где-то около 8 метров. Вот, посмотрите, какая ширина стены в Акро. Стена не заканчивается, где стоят вот эти пушки, а заканчивается там справа, где стоят мортиры. А, окей. То есть, вот ширина. Настоящая ширина, это вот там, где мортиры, а не где вот пушки, а вот там. То есть, это метров сколько? 30. 38 метров, больше, чем две тройки могут разыграться. Они могут стружиться, переворачиваться, горят. Они могут устраивать горьки. А для этих жителей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Крепостной дворик Что-то Крепостной дворик Красиво, да? Вот это все побережье Вот это все до хайфа Это акра С пляжем Совсем Пацанок, лучше вернись обратно и спустись по ступенькам Чтобы не потерять туристов И мне нужно, чтобы ты забрала у меня камеры Ну и так далее, не важно Про всех остальных можно Так же как про русских евреев Про украинских евреев Про кого угодно, можно сказать То есть это не отдельный народ Да, но Возвращаясь к вопросу о том, что Это два или одно Это два в одно То есть нельзя это одно отделить от другого Да, то есть В иудаизме Так построенный иудаизм Нельзя религию отделить от народа Религия, народ И земля-израиль это одно целое Это три столба А зачем тогда Национальность по матери или банцу В чем тогда Воспрощается Разница Если ты еврей Какая разница Где она мать еврейка Или она не еврейка Пареру Почему Почему решили, что именно по матери Они как бы означают Надо же не имеет значения Правильно? Имеет значение Ну, все-таки имеет Имеет значение Я еврей? Папа, у меня еврей, мама русская Что, согласно иудаизму, я еврей А было бы с точностью наоборот Да, еврей То есть так установлено Установлено в религиозных законах Ну теперь ты мне поверил, Матвей? Это мы подъехали Я так понимаю, что вот это Ливан на той стороне Это не Ливан на той стороне Но это что-то на той стороне Ух, брат А Бриф Это то, что любит Игорек Ну а здесь амфитеатр Пойдет вам, мы сюда пришли Жалко, что воды нет Ну, реки какие-нибудь Еще ключи Я покажу, сынок А, да Он сынок От здания, от вида Сори Нет, вы пошли другим путем? Да Зря, откуда красеет Я специально-специально туда привожу Не то, что я другой дороги не знаю Не-не, мы выбрали легче Окей Там дома это Израиль? Да Мы смотрим с севера на юг А, то есть там все израиль Ливан у нас за спиной То есть мы на юг смотрим? На юг А это крепый Ливан за спиной у нас Ну и смотрим Туда-туда все это Израиль уже Прямо перед нами Это крепость Монфорд Крепкая гора И это Главная крепость рыцарей Тевтонского ордера Помните? Были такие Ксы, рыцари, немцы Которые здесь Которые выглянули из ваков Их не любили ваков Они здесь купили землю И построили здесь крепость Неприступную совершенно Что домой-то не шли? Нравилось здесь жить? Конечно, крестоносцы Они же хотели здесь жить И хотели здесь этой землей владеть А потом их осадили мамилюки У мамилюков был такой правитель Звали его Бейбарс Казаха, судя по всему Бейбарс С сокровищной сказной И только уплывайте А крепость нам оставить И рыцари согласились Вышли из крепости И ушли туда ваку И за окоп Плывали А мамилюк крепость разрушили В общем, он теперь стоит уже тысячу лет В таком виде А зачем разрушать-то? Они не могли бы Ну, а окей Зачем разрушать-то? Так оставили все Никто бы не мог захватить и закрепиться Да Они также Они разрушили все приморские крепости Чтобы все эти европейцы Франки И могли вернуться обратно И захватить территорию Чтобы не было где закрепиться Так, москвичи, дорогие мои москвичи Красотенькая А тут вот как Японская мать, а? Вот это да Вот это сюрприз Как это? Это Израиль? Это наша страна Игорек описал одним словом Очень емко Это все еще наши знают Спасибо Поздравляю, товарищ гид Тут туристы ходят Вау Сразу пошли Это натуральная арка Самая красивая, если снять отсюда Самая красивая, с поверхностью Откуда? И солнце, как раз время правильное Так, Голчонок, вы первые сделаете фотографию? Саня указал Где Моисей указывает Отсюда Отсюда? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мы возвращаемся из парка Адамит, который почти на границе с Ливаном Нам все показали, рассказали Вот такой серпантин Не самый старт Честно говоря, спокойно совершенно В общем, все не страшно Но все равно красиво, да Когда мы поднимались Особенно поднимались Субтитры создавал DimaTorzok